Сегодня я бы хотел уделить время разговору о принципе отцовства, потому что, по моему мнению, одна из самых серьезных проблем современного общества — это безотцовщина. И если мы не будем говорить об этом, мы не сможем победить эту проблему, а эту проблему нужно решать. Дьявол должен знать, что мы не позволим ему губить наши семьи из-за того, что мы чего-то не умеем. Небесный Отец, я прошу, чтобы Твое благословение было на этих чудесных людях. Будь среди нас и коснись каждого из нас. Повлияй на нашу жизнь, и мы прославляем Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Если вы принесли Библии, откройте книгу пророка Малахии, глава 4. Малахии, глава 4, стих 6. Малахии, глава 4, стих 6. Вся эта глава говорит о грядущем дне Господа Иисуса Христа. Знаете вы об этом или нет, но Иисус грядет, как и обещал. В этой главе, в 6 стихе, написано что-то примечательное. Малахии, 4 глава, стих 6. Давайте прочтем вслух. Готовы? Читаем. Минуточку. Давайте вместе прочтем 5 и 6 стих. Готовы? Читаем. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Складывается ощущение, что пророк хочет нам сказать, «Если сердца отцов и детей не будут вместе, то на землю обрушится проклятие». Я задался вопросом, «Неужели настолько важно, чтобы отцы поступали так, как ты призываешь их к этому? Настолько важно, что это может на что-то повлиять? Неужели безотцовщина может повлиять на манеру поведения и жизнь человеческого общества?» В расширенном переводе это звучит так. «И он обратит и примирит сердца ушедших отцов с нечестивыми детьми и сердца взбунтовавшихся детей со смирением их отцов, примирение которое происходит посредством покаяния нечестивых, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». «Полного разрушения». Мы прочли о том, что Бог желает, чтобы между отцами и детьми были хорошие взаимоотношения. Сегодня мы говорим о принципе отцовства. Как-то раз в одной светской газете мне встретились три слова. «Отец — это судьба». «Отец — это судьба». В этой фразе и проблема, и решение — большей части недугов общества. «Отец — это судьба». Отец может привести ребенка к успеху, а отсутствие отца может привести человека туда, где никому не хотелось бы оказаться. «Но отец — это действительно судьба». Прежде чем начать, я бы хотел рассказать вам о некоторых принципах. Первое. «Быть отцом — это высшая почесть, которой Бог может наградить мужчину». И если вы этого не слышите и не понимаете, то быть отцом ничего для вас не значит. Но это великая честь. «Быть отцом — это честь». Для меня большая честь иногда бывать в положении суррогатного отца. Для меня честь, когда я могу сделать хоть какой-то вклад в своих духовных детей. Для меня это честь. Когда кто-то называет меня отцом, для меня это честь, потому что таким образом человек открывается и говорит, «Покажи и помоги мне исполнить мое предназначение». Степень успеха человека в значительной мере зависит от того, насколько он эффективен, как благочестивый отец, лучшим образом и единственным идеальным примером которого является Бог. Мое мерило успеха — это моя эффективность в качестве благочестивого отца. «Насколько я соответствую Божьему стандарту, который он нам продемонстрировал». Более того, безотцовщина является источником греха. Безотцовщина является источником греха. Пока мужчины не вернутся к своим отцовским обязанностям, пока институт отцовства не восстановится в нашем обществе, в семьях, городах, государствах, не будет исцеления в народах, пока мы не решим проблему безотцовщины. Бог призвал мужчин быть отцами, подобными ему, чтобы обратить сердца детей к отцам. Но если вы поймете этот принцип ответственности и начнете применять его в своей жизни, Бог ответит на ваши молитвы, о поддержке, потому что Он будет для вас отцом, как и вы будете отцом в своей семье. Это значит, что насколько я являюсь отцом для своей семьи, настолько Бог сможет быть отцом для меня. Это принцип сеяния и жатвы. И здесь нет ни одного человека, которому никогда не придется обращаться к своему небесному Отцу за поддержкой, за советом, за помощью, а также и ваши дети однажды придут к вам за поддержкой, за советом и за помощью. Бог говорит, «Я дал вам возможность, которая позволит вам определить Мое отцовство в вашей жизни, Мое отцовское участие в вашей жизни на основании вашего отеческого участия в жизни ваших детей. Восполняйте их потребности, наставляйте их, ведите их по жизни, будьте для них источником, и, как говорит Бог, тогда у вас будет право ожидать того же от Него». Принцип отцовства. То, как дети обращаются к вам, определяет вашу эффективность как отца. Отцы — это производители поколений. Они производят, воспроизводят поколения. Они оказывают им поддержку. Они воспроизводят поколения. Отцы являются источником, поддержкой, защитой грядущих поколений. Существуют две основные причины безотцовщины. Первая — это, конечно же, развод. Вторая — это рождение детей вне брака. Второе — автоматически приводит к безотцовщине. И мы должны задумываться над своими поступками. Именно поэтому Бог говорит, что нехорошо мужчине касаться женщины, поэтому пусть он вступает в брак. Бог понимает, что происходит, когда мужчина ложится с женщиной, не вступив с ней в брачный завет и соглашение. Ведь если в результате этих взаимоотношений появятся дети, Бог понимает, что безотцовщина станет врагом для этих детей. Поэтому физическая близость должна быть только в контексте брака, а не в контексте свидания. Мальчики более склонны к совершению преступлений, девочки более склонны к подростковой беременности. Опрос 720 девочек-подростков показал, 76% из них отметили, что их отцы оказали значительное влияние на их решение начать половую жизнь. И когда отцы заботятся о своих детях и участвуют в жизни своих детей, я всегда думал, что достаточно быть просто отцом, но этого недостаточно. Недостаточно быть только отцом. Я здесь, я ведь не развелся с твоей мамой. Нет, не таким должен быть отец. Он должен участвовать в жизни своих детей. Это значит, что отцу придется принимать решения, которые позволят ему проводить время и со своими сыновьями, и со своими дочерми. Вам нужно будет проводить время со своими дочерми. Вам нужно находить время для своих дочерей, чтобы показывать пример мужчины, которого они должны искать для своей жизни. Если вы не подадите пример, за которым они смогли бы последовать, то они будут следовать примеру, который предлагает им телевидение. Иными словами, вы позволите телевидению формировать то, что должны формировать вы? Аминь? Давайте начнем. Я вам не показал на прошлом служении. Откройте Второзаконие 22 главу. Вам будет полезно это увидеть. Второзаконие 22 глава, стих 5. «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим, всякий делающий сие». Друзья, вы должны понимать, что у отца есть слава, в которую он облачен, и в которую не должна облачаться женщина. Женщина тоже облачена в славу, в которую не пристало облачаться мужчине. Мы сталкиваемся с безотцовщиной. Это самое разрушительное явление для нашего поколения. Безотцовщина. Отсутствие отца — это более точный показатель преступных наклонностей человека, чем его раса или бедность. Наличие же обоих родителей в доме успешнее предотвращает подростковую беременность, чем раздача противозачаточных средств. Аминь. Дилемма безотцовщины вызвана в основном одной проблемой. Большинство дилемм нашего общества вызваны тем, о чем я сейчас собираюсь говорить. Непонимание. Непонимание. Непонимание приводит к безотцовщине. Это когда люди не понимают своего предназначения. Это когда они не понимают, как они устроены. Все беды, от которых страдают люди, вызваны непониманием. Между знанием и пониманием есть разница. Между информацией и пониманием тоже есть разница. Можно обладать информацией, но при этом не иметь понимания. Без понимания жизнь превращается в эксперимент. Без понимания жизнь превращается в эксперимент, результат которого — разочарование. Потому что когда вы не понимаете, когда вы не осознаете, вы разочарованы. Вы не понимаете, как быть. Не понимаете, что значит быть отцом. Вы смотрите на неудачный пример тех, кто был до вас. Вы не понимаете, как сделать одно или другое. Прочтем Псалом 81. В нем эта мысль очень хорошо выражена. Здесь написано, что происходит, когда мы не решаем проблему с отсутствием понимания. Мы должны обрести понимание. Поэтому я благодарю Бога за нашу церковь. Мы приходим сюда, чтобы обрести понимание, а не для того, чтобы получить эмоциональный подъем. Вам нужно понимание. Вам нужно понимание. Библия не действует, если вы ее не понимаете. Вы не можете быть успешным мужем, если не понимаете свою роль как мужа. Вы не можете быть успешной женой, если не понимаете. И вы точно не можете быть успешным отцом, если не понимаете. Нельзя жить без понимания. Поэтому Библия и говорит о важности понимания. Это указывает на то, что понимание влияет на все в вашей жизни. Мы должны понимать. Найдите 5 стих, прочтем вместе вслух. Готовы? Читаем. «Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются». Позвольте мне добавить к этому стиху 4 стих. «Избавляйте бедного и нищего, и сторгайте его из руки нечестивых». Заметьте, что здесь говорится о бедном и нищем. «Они не знают, а потому они бедны». «Они не разумеют, и потому нищие, они ходят во тьме». Все основания, в расширенном переводе написано «все фундаментальные принципы и законы земли колеблются». «Это все принципы и законы, которые отвечают за то, чтобы бедный не был бедным». «Все принципы и законы, которые отвечают за то, чтобы нищий не был нищим». «Все принципы и законы, которые отвечают за то, чтобы отец умел быть отцом». Поколебались. Почему? Потому что у людей нет понимания. Они продолжают ходить во тьме, они ничего не знают. Церковь должна быть тем местом, где люди обращают внимание на эту проблему. Обратите внимание на то, что здесь написано. Здесь написано, что люди не знают. Иными словами, у них нет знаний. Далее написано, что люди не разумеют. То есть, они не понимают или неправильно понимают жизнь. И далее говорится, что они продолжают ходить во тьме, или они ничего не видят, они невежественны, они слепы по отношению к Божьим принципам. Так что же такое понимание? Понимание — это знание и осознание смысла и природы того или иного явления. Если вы не понимаете, и если у вас нет знаний об начальном представлении чего-то, то вы, скорее всего, испортите все дело. Разрушение является результатом отсутствия понимания смысла того или иного явления. Если вы не понимаете предназначение крышки мусорного бака, вы, возможно, будете есть свой обед с нее. Необходимо понимать предназначение вещи, цель этой вещи. Все, все обладает целью. Все созданное создано с той или иной целью. Каждый из вас был создан уникальным для определенной цели. Вы такие, как вы, и есть, потому что Бог создал вас такими и сделал это для определенной цели. Например, колесо автомобиля было создано круглым, будучи предназначенным для того, чтобы машина смогла вас вести. Но если вы не понимаете, как вы устроены, и не понимаете своего предназначения, то вас ждет разочарование. Знание принципов, заложенных в созданной той или иной вещи, является частью понимания. Понимание — это знание и осознание смысла и природы того или иного явления или предмета. Это знание принципов, на основе которого должен функционировать тот или иной предмет. Нужно понимать, что в мужчину заложено некоторое предназначение, и это предназначение отцовства. Важно понимать, что наша сущность определяется нашим предназначением. Бог создал мужчину таким, каков он есть для осуществления цели отцовства. Да, вы созданы мужчиной, у вас есть мужские качества, но вы неправильно понимаете свою цель. Внутри каждого мужчины есть внутренняя, заложенная Богом способность быть отцом. Каждый мужчина обладает способностью быть отцом, и вас ждет разочарование, если вы не поймете, где ваше настоящее место. Задумайтесь об этом. Вы так устроены. Может быть, вы скрупулезны до мелочей, потому что Бог вас таким создал. Есть место, где вы будете на своем месте. Может быть, вы энтузиаст. Может быть, вы из тех людей, которые всегда готовы сделать больше, чем просят, потому что Бог создал вас такими, потому что есть место, где вы будете чувствовать себя в своей стихии. Очень важно это понимать, ведь если вы научитесь принимать то, какими вы созданы Богом, вы не будете комплексовать на этот счет, и не будете пытаться изменить свою первозданную сущность. Пусть не случится так, что, оказавшись на своем месте, вы вдруг перестали ему соответствовать, потому что переделали себя. Каждый мужчина, каждый мужчина создан для того, чтобы соответствовать предназначению отцовства. Каждый мужчина был создан для того, чтобы соответствовать предназначению отцовства. Ваша сущность определяется вашим предназначением. Поэтому не нужно обижаться на то, какие вы есть. Вы меня слушаете? Итак, существуют принципы, которые мы должны понимать в отношении отцовства. О некоторых из них я расскажу вам прямо сейчас. Первое. Отцовство не выбирают. Оно заложено в природе мужчины. Что значит «заложено»? Это является неотъемлемой его частью. Вы человек, но вы также и мужчина, цель которого — отцовство. Отцовство не выбирают. Отцовство является неотъемлемой частью сущности мужчины. Удовлетворенность жизнью для мужчины всегда будет связана с осуществлением этой данной Богом цели. И даже если у вас нет ребенка, у вас всегда будет потребность быть отцом. Потому что это в вас заложено. Второе. Вы не можете быть отцом, если не желаете поддержать то, что рождается от вас. Вы должны поддерживать то, что рождается от вас. Отец — это источник поддержки. Вот истинная роль и предназначение настоящего мужчины — быть источником поддержки. Поймите, что мужчина несет в себе семя. Он является инициатором. Все начинается с него. В нем семя. Вся жизнь исходит из семени. Группа крови зависит от группы крови мужчины. По типу крови можно найти того, кто дал семя. Их кровь идентична. Я не говорю, что вы отец только потому, что у вас есть дети. Мы знаем, что это не так. И у животных рождаются детеныши. А мы говорим о том, чтобы быть настоящим отцом для своих детей. Третий принцип. Без отца мужчина не может стать мужчиной. Только отец может вложить в своего сына мужество. Я помню, у нас было особое служение для мужчин. И там было много ребят, у которых не было настоящих отцов. Я молился вместе с ними, провозглашая над ними пророчески, кем они являются. И увидел силу этой молитвы. Они начали падать ниц, некоторые плакали. Собрание затянулось допоздна. Парни впервые осознали, кто они по сути. И это так важно. Это потребность каждого мужчины. Каждому мужчине нужно знать, кто он, зачем он, для чего живет. Каково его предназначение? Что он должен делать? Каким он должен быть? А родного отца рядом не было. Но слава Богу за то, что он может послать духовных отцов. И кроме того, он сам наш небесный отец. И очень важно, чтобы мы, земные отцы, понимали, насколько важно вложить в своих детей понимание того, кто они и в чем их предназначение. А это начинается с вас. Четвертое. Бог сделал мужчину источником. Он поместил всех в одно тело и сделал это тело источником всего. В мужчине пребывает все семя, все в одном мужчине. Бог сделал его источником всего. Мы, мужчины, занимаем весьма значимое положение. Только бы мы понимали свое отцовское предназначение. Первое. Как мы уже говорили, отец является воспроизводителем. Одна из функций отца — быть воспроизводителем. Он воспроизводит и поддерживает поколение. Когда мой отец скончался, Божий Дух мне сказал, «Теперь я призываю тебя стать Авраамом для своей семьи». Это меня испугало, потому что я не понимал, что значит быть Авраамом для своей семьи. Он должен поддерживать грядущие поколения. Он должен обеспечивать их и делать то, что должен делать отец. Вторая функция отцовства — быть источником. Все начинается с отца. Отец должен понимать, что без него в доме ничего не начнется. Если что-то не так, значит отец это начал. Если в доме что-то хорошее, значит благодаря отцу. Если в доме примирение — это труд отца. Если вам необходимо восстановление, вы должны его начать. Если вы хотите нежности, пора становиться нежным. Вы начинаете любое дело. Вы должны стать источником всего этого. Так, чтобы в семье все начали уважать отца и говорить, «А что наш отец думает об этом?» Мы знаем, что об этом говорят другие, но давайте послушаем мнение отца. Отец — источник. Третья функция отца — жизнеобеспечение. Он питает, он обеспечивает, он поддерживает жизнь. Вот каким должен быть отец, а не таким, который работает на двух-трех работах, чтобы оправдать свой уход из дома необходимостью работать. «Мне нужно работать, мне нужно зарабатывать». Со временем эти оправдания перестанут действовать. Вы должны обеспечивать семью, питать ее. Четвертая функция отцовства — быть защитником. Не только в физическом смысле. Быть защитником в смысле защищать сад и не впускать непрошенных гостей. Защищать свою семью от негативного мышления, защищать семью от тех явлений, которые могут прокрасться в дом. Вы должны защищать свою семью от любых опасностей. Может быть, семье нравятся не все ваши решения, но моя работа как защитника этой семьи заключается в том, чтобы не допускать ничего, что может представлять угрозу моим детям. И если я это вижу, я как защитник должен принять меры. Я не знаю, что там у него творится. Твоя работа — узнать. Это влияет на твою семью. Твоя работа — знать, что приходит в твой дом. Твоя работа — знать, с кем общается твоя жена, с кем дружат твои дети. И все это можно узнать, только общаясь с ними. Я не хочу, чтобы моя жена общалась с какими-то склочными сплетницами, которые нагрузят ее, а потом она принесет это в свой дом. Я должен ее защищать. Не властвовать над ней, а защищать. Отцы защищают духовно. Душевно. Как Бог сказал Адаму, охраняй сад, береги его от врагов. Также отцы должны дисциплинировать своих детей. Я не имею в виду, что они должны шлепать их почем зря. Им следует показывать детям пример и быть самим дисциплинированными. Когда ваши дети видят, что вы делаете то, чему учите их, они будут поступать так же. Они видят, что папа делает то, чему пытается научить их. И есть другой вид дисциплины — использование розги по назначению. Она может изгнать глупость, но нужно пользоваться этим инструментом умело. У меня дома есть три прутика. Удивительно, что и в наши дни старые методы эффективны. Шлепая ремнем, можно вывихнуть руку, а с прутиком можно работать только кистью, и результат оказывается действенным, потому что доводит до сознания важное послание. Больше так не делай!